МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы тоже можете принять участие в обсуждении. Звоните или пишите на WhatsApp. Сегодня у нас в студии Ирлан Сагантаевич Токсанбаев, заместитель руководителя Департамента комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейти к основной теме нашего разговора, хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали о Департаменте, о целях и задачах, которые перед вами сегодня ставятся. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Республиканское государственное учреждение Департамента комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям по Западно-Казахстанской области является структурным подразделением комитета промышленной безопасности, которое осуществляет государственные реализационные функции по обеспечению промышленной безопасности, по государственному контролю надзору в области промышленной безопасности. Также департамент осуществляет свою деятельность на основе Конституции и законами Республики Казахстан. Основной задачей департамента является предупреждение возникновения временного воздействия опасных производственных факторов на опасных производственных объектах, обеспечение государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности. Как мы знаем из ситуации по стране, аварии на опасных производственных объектах количество не снижается. С чем это связано и какая ситуация у нас в регионе? У нас на данный момент за 2023 год, а также за текущий период 2024 года на территории Западной Казанской области аварии не зарегистрированы. Также в ряде случаев, если переходить из опыта других областей, причинами аварии служат в основном превышение сроков эксплуатации оборудования, некачественный ремонт или несвоевременный ремонт данных технических устройств, а также непродумные проектные и технические решения, крайне низкая технологическая и трудовая дисциплина. Также не на должном уровне подготовка и переподготовка специалистов, привлекаемых к работам на опасных производствах объектов. То есть в совокупности можно сказать, что это больше человеческий фактор, да? В совокупности это человеческий фактор, а также устарелые оборудования, которые применяются на опасных производствах объектов. Опять же, за ним должны были просидеть специалисты, да? То есть не доглядели, не досмотрели, в итоге получается вот такая серьезная, как бы опасная ситуация. Ну, достаточно серьезные задачи стоят перед вашим департаментом, да, по промышленной безопасности, потому что чревато все это серьезными последствиями. Вот, хотелось бы знать, какие услуги вы оказываете? Территориальное подразделение оказывает четыре государственных услуги. Первое, это согласование проектной документации, расширение, также реконструкция, модернизация опасных производствах объектов. Второе, выдача разрешения на производство взрывных работ. Третье, постановка и снятие с учета опасных технических устройств. И четвертое, это проверка знаний руководителей юридических лиц, декларующих промышленных безопасностей, а также членов постоянных экзаменационных действующих комиссий. Так, ну подробнее можно вот хотя бы о некоторых услугах рассказать, с чем они связаны и на кого рассчитаны? В основном, все данные государственные услуги, то есть услуга получателя, это владельцы опасных производствах объектов или же привлекаем к работам на них. Если взять, например, опасные технические устройства, есть ряд отраслевых требований по грузоподъемным механизмам, а также по оборудованию рабочим под давлением, где есть перечень, какие именно опасные технические устройства подлежат учету территориального подразделения у полномочной нормы в области промышленной безопасности. Соответственно, есть правила оказания государственной услуги по постановке и снятия с учета опасных технических устройств, где отражены, что необходимо представлять услугу получателю, это первое заявление, а также паспорт установленного образца. Соответственно, данные услуги оказываются через электронный портал правительства ЕГОВ. Срок рассмотрения данной госуслуги составляет три рабочих дня. Абсолютно это бесплатно оказывается. И в случае результатом является это постановка на учет, принятие заявления, выдача положительного результата, либо мотивированный отказ в случае несоответствия представленных документов. Получается, вы берете на учет, да? Вот с какой целью это делается, чтобы следить за... В соответствии с законом о гражданской защите, в полномочиях, а также задачах и функциях территориальных подразделений осуществляется постановка снятия с учета опасности технических устройств, также введение мониторинга состояния данных технических устройств. И также мы осуществляем данные государственные услуги для обеспечения полного соответствия, а также обеспечения промышленной безопасности и надлежащего соблюдения требований промышленной безопасности. Ну вот после того, как истекает срок эксплуатации, да, здесь наверняка встает вопрос утилизации. Вот этим кто занимается? Ну, в основном, если касательно относительно опасных технических устройств подходить, то их очень много, поперечно, давайте остановимся на грузоподъемных механизмах, а также сосудах. Если грузоподъемные механизмы взять, то есть это краны, автомобильные краны, согласно ГОСТу, средний срок службы автомобильных кранов это 10 лет. Однако есть инструкции, утвержденные, по обследованию, проведению, диагностированию на дальнейшую эксплуатацию с отработавших нормативным сроком службы опасных технических устройств, то есть кранов непосредственно. В данном случае аттестованные организации проводят обследование, диагностирование на возможность дальнейшей эксплуатации и выдают экспертное заключение, что да, действительно, дальнейшая эксплуатация разрешается, если нет, то запрет ставят. То есть, соответственно, они не имеют права использовать эту технику? За это какие-то штрафы, вот что-то есть? Ну, здесь, как бы так, если в случае, как вы знаете, с 1 января 2023 года вступил в силу указ президента о новой регуляторной политике с чистого лица. Раньше был особый порядок, сейчас это понятие упразднили, ввели профилактический контроль с посещением субъекта, объекта контроля надзора или без такого, без посещения. Также существует внеплановая проверка, а также проверки на соответствие разрешительным требованиям. В случае касательно линии промышленной безопасности, мы сами в соответствии с критерия оценки степени риска составляем список на первое полугодие, на второе полугодие, изучая все прошлогодние данные, также изучая документы, которые у нас имеются, то, что, как до этого говорил, по постановке на учет или снятые с учета опасно-технических устройств, анализируя все эти данные, ставим на профконтроль. В случае, если же какие-либо обращения или жалобы поступают, мы по внеплановой проверке, соответственно, на проверку выезжаем. То есть реагируем, да? Да, реагируем, но именно самостоятельно, это государственный орган контроля, он не может как бы реагировать на эти случаи. То есть какие-то основания должны быть, да? Основания, да, обязательно должны быть. Понятно. Но мы знаем, что некоторые опасные производственные объекты, это все-таки юридические лица, да? Которые вот ответственные должны сдавать экзамен у вас. Да. Как это происходит? В соответствии с правилами оказания государственных услуг, проверка знаний руководителей юридических лиц и крови, и промышленной безопасности. Также через электронный портал правительства подается заявление на проведение проверки знаний. Срок рассмотрения 15 рабочих дней, чтение 3 рабочих дней. Мы извещаем участников данной проверки знаний о месте и дате проведения экзамена. Соответственно, в эту дату, а также в этот день, представители юридических лиц должны прийти, и у нас это все автоматизировано, сдают экзамен на компьютере. Но здесь, наверное, будет вопрос такой, именно не все юридические лица это сдают. Есть определенные критерии, где только, и как уж само госуслуга говорится, только декларирующий промышленный безопасность. А чтобы понять, что такое декларация промышленной безопасности, это документ, в котором отражены характеры масштаба опасности и опасность производства объекта, а также мероприятия по обеспечению промышленной безопасности при вводе к эксплуатации функционирования, а также выводе из эксплуатации опасности производства объекта. Действует приказ министра от 26 мая 2021 года за номером 240 об утверждении критериев относения опасных производств объекта декларируемых, где отражены наименования опасного вещества с предельным количеством и виды деятельности определенных, которые уже подлежат именно декларированию. — Понятно. Но все-таки вот как часто должны повышать свою квалификацию? То есть экзамены — это своего рода повышение компетентности ответственных сотрудников. — Да. В соответствии с Трудовым кодексом и также с законом о гражданской защите предусмотрено, что сотрудники, специалисты, а также руководители юридических лиц проходят проверку знаний. Но относительно декларирующих предприятий, руководителей этих декларирующих предприятий, юридических лиц, а также члены постоянной экземпляционной действующей комиссии проходят данную проверку знаний один раз в три года. — То есть вот этот период определенный, как бы он не меняется, да? — Да, он не меняется. — Понятно. Что будет, если сотрудник не сдал вот этот экзамен? Какие вот здесь меры предпринимаются? — В случае, если лицо не прошло проверку знаний, то он проходит единожды повторную проверку знаний в течение месяца, не превышающего срока, и обратно подает заявление. В случае повторной не сдачи департамент направляет руководителю данной организации письмо с извещением о том, что их сотрудник повторно не прошел данную проверку знаний. И в соответствии с установленным трудовым законодательством просим принять меры. — То есть работодатель должен эти меры принять, да? — Да. — То есть вплоть до увольнения здесь может быть? — Да, 48-я статья и даже 52-я статья Трудового кодекса это предусмотрен либо отстраняет, в соответствии с 48-й статьей, или же 52-я статья — это уже расторжение трудового договора. — Понятно. Все-таки хотелось бы знать, что входит в перечень вопросов, да, и вообще какими навыками должны обладать эти сотрудники, которые отвечают за промышленную безопасность? — Это что, больше профилактика или ликвидация последствий тоже ложится на их плечи? — Как вы знаете, промышленная безопасность самого уже, как говорится, это состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредных воздействий, опасных производств факторов. — В данном этапе руководители юридических лиц непосредственно, они первые лица, которые отвечают за промышленную безопасность на опасном производственном объекте, а также любые документации, которые установлены отраслевыми нормативными правом акта в области промышленной безопасности, например, как план ликвидации аварии, а также технологические регламенты, они утверждаются непосредственно первым руководителем данной организации. Соответственно, они несут непосредственно ответственность, в первую очередь. Также перечень вопросов здесь уже зависит от отраслевых принадлежностей, а также видов деятельности, а также какие именно опасные технические устройства, опасные производственные объекты они эксплуатируют. — Ну а если все-таки вот случай возникновения такой опасной ситуации, да, и вот она вышла, может быть, из-под контроля, и есть угроза жизни сотрудников и окружающим людям. Здесь вот подключается какая-то дополнительная организация, которая вот профессионально занимается устранением таких аварий. — Да. Закон о магазинском защите ст. 16 предусматривает для владельцев опасных производственных объектов, а также привлекаемых к работам на них заключать договора с профессиональной аварийной спасательной службы в области промышленной безопасности, которые имеют свидетельства, а также ряд специалистов, сил, средств для ликвидации данных случаев. — Данный перчин всех, у кого есть свидетельства на занятие данной деятельностью, оно опубликовано на сайте нашего комитета промышленной безопасности. Их по республике Казахстан около 40. — Как вы отметили, да, в этом плане ситуация стабильная в регионе, тем не менее, вот есть ли у нас такие организации, достаточно ли их, самое главное, вот эти случаи? — Да, в нашей территории их достаточно, соответственно, по данной линии многие организации соблюдают требования закона о гражданской защите. Этим показателем мы можем, до этого, как я уже говорил, сказать, что с их стороны тоже ведется контрольные мероприятия, что и этим показателем является отсутствие аварий на территории Западной Казахстанской области. — То есть благодаря вот этой вот слаженной работе, да, и в том числе то, что вы со своей стороны должный контроль все-таки ведете. Понятно. Сколько вот с начала года было обращений по госуслугам и в основном по каким направлениям к вам пришлось? — За отчетный период в адрес департамента поступило 176 обращений на оказание государственных услуг. Если в разрезе оказываемых четырех государственных услуг посмотреть, то это 36 по вопросам согласования проектной документации, по выдаче разрешения на производство срывных работ — 3, для получения, то есть для постановки и снятия с учета 113 заявлений поступило, и проверка знаний руководителей юридических лиц, а также членов постоянной экземпционной деятельности комиссии — 14 заявлений было рассмотрено. — По сравнению с прошлым годом это больше, меньше? — По динамике работы по этой отрасли у нас он по-разному. Это тоже зависит от многих факторов, но аналогичным периодом почти одинаково. Немножко снижение в некоторых местах, немножко повышение имеется. — Понятно. Но вот учитывая вопросы промышленной безопасности, наверное, была проведена какая-то аналитика, Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало новую концепцию. Вот здесь какие цели, задачи ставятся, на что она направлена? — Ну, никому уже это не секрет. Соответственно, есть сайт, открытый НПА, где на общее обозрение публикуются заранее законодательные и нормативные правовые акты, а также концепция развития государственной политики в области промышленной безопасности. В основном целью данной концепции является обеспечение полного охвата всех опасных процессов объектов, системы государственного мониторинга в области промышленной безопасности, также обеспечение наличия регуляторных требований, норм, стандартов к промышленной безопасности на опасных процессах объектов, обеспечение охвата действующих регуляторных норм цифровыми продуктами, реализация научно-технических программ и проектов в области промышленной безопасности и уменьшение численности аварии, обусловленными техногенными причинами. В основном пять этих задач в концепции отражены. То есть цели. Задачами являются внедрение эффективных программ промышленной безопасности для обеспечения непрерывного процесса выявления и оценки опасных производственных факторов, также введение и принципа безопасности в Ресуль-Казахстан. И настоящая концепция направлена на обеспечение защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредных воздействий, опасных производственных факторов. Но если говорить вкратце, то концепция направлена на повышение уровня промышленной безопасности. То есть повышение уровня, а так во многом цифровизация. Ну вот что касается цифровизации, да, все-таки новые технологии, какие-то передовые методики, они вот регулярно входят в нашу жизнь. Вот с введением вот этих новшеств, да, уровень промышленной безопасности повышается. И если есть, можно конкретные примеры привести. Ну, введением данных, в данный момент, например, сами государственные услуги. Ранее они оказывались в ручном формате, то есть заявитель непосредственно обращался в канцелярию нашего департамента, заполнял определенные заявления, формы, и как бы это занимало очень много времени. А на данный момент с внедрением электронного правительства все заявления обрабатываются полностью в электронном виде. Заявитель просто использует свой ЭЦП. В принципе, в заявлении он просто отражает непосредственно, если по ссылоку на учет наименование этого технического устройства, с приложением просто скан варианта паспорта, если же согласование проектной документации, наименование, заявление отражает наименование проектной документации и прилагает туда проектную документацию. То есть не нужно обивать пороги, да, нужно все это сделать в своем кабинете. И все это уже фиксируется в электронном формате, все это, ход событий он может наблюдать через личный кабинет. То есть нет риска, что заявление потеряется, да, или что произойдет, а вот здесь вот все оно как бы видно. Что касается оборудования вот на таких опасных производственных промышленных объектах, да, здесь внедряются же наверняка новые технологии, какие-то новые установки, да, и вот в связи с этим риски снижаются, или на какой уровень? Очень трудный вопрос, потому что здесь много факторов, влияющих со стороны. Здесь как бы есть, применяется на опасном производственном объекте, применяется не одна технология, их несколько. Соответственно, также есть фактор, который они эксплуатируют, опасный производственный объект. Именно также какие опасные технические устройства. Они, да, могут, в принципе, влиять, если это малая компания, но в крупных компаниях это как бы очень незаметно. И также степень риска, она может определяться на том же уровне. То есть, получается, они облегчают какие-то процессы, да, но в то же время риски, они как бы полностью не ликвидируются. Да, существует, везде человеческий фактор имеется опасность, как бы везде. Ну, что касается человеческого фактора, вот в начале своего выступления вы сказали, что одна из причин аварии на таких объектах, это все-таки трудовая дисциплина, да, некомпетентность сотрудников. В плане вот кадров в вашей сфере, вот на таких предприятиях у вас есть ли у нас дефицит, вот проблемы со специалистами, действительно, которые разбираются в этой сфере? Дефицит есть в каждой отрасли, я думаю, непосредственно, и в технических частях также имеется. И не исключение, наш департамент также, потому что в основном государственные инспекторы в области промышленной безопасности, они являются техническими специалистами. У многих наших сотрудников за спиной опыт непосредственно на производстве. Также существуют такие же проблемы и у владельцев опасных процессов объектов, потому что, как мы замечаем, тенденция в основном людей, они склонны менять места работы, потому что человеческий фактор, где-то заработной платы много, где-то меньше, и у них, если брать даже простых инженеров по ТБ, вот, есть тенденция, часто сменяемость. Соответственно, когда мы в прошлом году профилактический контроль проводили, как бы этот сотрудник справлялся со всеми работами, все документы, весь перечень, который требуется, он указывал, показывал, представлял. А в этом году, если мы пойдем, и этого сотрудника уже привлекли к другой организации, и здесь уже новенький сотрудник, может быть, он уже без опыта работает, он уже здесь теряется, и в прошлом году документы и некоторые, они либо не заполняются, либо не обновляются, и все это, как бы, отцает, и влияет тоже, кадровое обеспечение, оно везде влияет. Понятно. Ну, вот, что касается порядка оказания государственных услуг, сказали, четыре вида, да? Государственных услуг. Хватает ли у вас, вот, самих специалистов, чтобы своевременно, есть же определенные сроки, да, за них потом есть определенная ответственность, то есть вот в этом плане вы справляетесь? На данный момент по государственным услугам у нас каких-либо замечаний или нарушений по оказанию государственных услуг не было. Справляемся, в общем, если. Понятно. То есть в этом плане у вас, как бы, вопрос решен. Но, что касается обследования опасных объектов, наверняка, это тоже такой трудоемкий, да, кропотливый труд, все-таки, как бы, сфера серьезная. Вот, как оно производится? Это наверняка выезд на место, да, какие-то, вот, не знаю, исследования проводите на месте, анализируете что-то? Да. Позвольте объяснить, как многие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели знают, что существует кодекс, предпринимательский кодекс, который непосредственно регулирует данный вопрос. Вопрос к вопросу органов контроля надзора соответствия предпринимательским кодексом. Имеются критерии в каждом государственном органе, также в территориальных подразделениях органов области промышленной безопасности. Критерии оценки степени риска, а также проверочных листов, где имеется перечень анализа, какие факторы, субъективные и объективные причины включения данных в список. Если по критериям брать, как я уже до этого говорил, многие обстоятельства владения опасными производственными объектами, а также опасными техническими устройствами, оно во многом влияет на данный критерий. Уже наличие как бы определенных, либо если по линии проверки на соответствии с разрешительными требованиями идти, там уже наличие одного уже разрешительного документа второй категории уже является основанием для включения в график проверки разрешительных. По профилактическому контролю проводится четкий анализ, изучаются прошлогодние результаты проверок, то есть профилактические контроли и проверок также. Также изучаются все документации, то есть все опасные технические устройства, которые у нас в учете стоят. Также проводится анализ наличия аварий, инцидентов и травматизмов, также наличие декларации промышленной безопасности. В совокупности данных, весь процесс делается на этот расчет, есть утвержденная формула, по ним выводятся уже списки профилактических контролей субъекта объекта надзора, которые уже делятся на первые, на вторые полгода подлежат данные, если простым языком говорить, проверки. Просто профилактический контроль, как бы многие не понимают здесь. Это просто как вид проверки, но это не имеет административных засыскательных мер. То есть, как до этого я уже говорил, с 1 января 2023 года новая регуляторная политика по указу нашего президента вступила в силу, где мы проводим профилактический контроль надзор с посещением только. То есть регистрируем в органах комитета по праву и статье специальным учетом акта назначения, в соответствии с утвержденным списком на первое полгодие или на второе полгодие. После этого вручаем акт назначения, а также проверочные листы, выезжаем на обследование данных опасных технических устройств, опасных производственных объектов, наличие которых есть у владельцев. По результатам уже составляем предписания, акт результата и предписания. По ним указываем сроки на устранение. И в случае, только если мы увидим какую-либо угрозу населению окружающей среде, мы имеем право приостановить. Деятельность, да? Нет. Ну, здесь как бы отдельные виды деятельности, а также опасные технические устройства определенные. То есть профилактический контроль — это когда ваша цель не наказать, а указать на те недочеты, которые есть в работе. А проверка здесь уже все серьезно. То есть руководитель привлекается к ответственности. Какие сроки ему дают для того, чтобы он устранил? Ведь потом наверняка проводится повторная проверка. Соответственно, предпринимательский кодекс, который я до этого уже перечислил, все процедуры предусмотрены в предпринимательском кодексе. И касательно сроков в предпринимательском кодексе также отражены данные требования. Мы изучаем финансовое состояние, а также изучаем, сколько времени требуется для устранения данных нарушений. Потому что некоторые нарушения регулируются законом о решениях и уведомлениях. Как вы знаете, это уже государственная услуга. Определенно решительные документы определенных категорий требуется получения. Соответственно, все это, совокупность, все это изучив, мы определенный срок ставим. Минимально мы можем, соответственно, предпринимательским кодексом поставить срок не ниже 10 рабочих дней. То есть за этот период есть возможность сделать работу над ошибками и принятие необходимой меры. К сожалению, время эфира у нас ограничено. Ерлан Сагантаевич, спасибо, что разъяснили такую сложную в какой-то степени тему. И в то же время важную для нашего общества и для нашей страны в целом. Новая концепция в области промышленной безопасности нацелена на совершенствование государственной политики в данной сфере. И будет реализована в два этапа. Ее главная цель – предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах. Это была передача «Время вашего вопроса». Увидимся в пятницу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова